Мы начинаем урок Торы. Сегодня у нас третий день, третий день недели, третий день недели, вторник, глава ВАИ ГАШ, третий день, третий день главы, начать запись, запись начата. Все, дорогие друзья. Итак, краткое содержание первых серий. Братья продали Юсефа. Юсеф находится в рабстве 12 лет. И через 12 лет в тюрьме, и год в рабстве до этого, прошло 13 лет. 13 лет прошло, и в этот момент Юсеф выходит из ямы, его зовет Паро. Снился сон, он расшифровывает сон фараону. И фараон делает его вначале начальником над своим домом, потом начальником над всей страной. И потом делает просто правителем неограниченным, кроме себя, как премьер-министром страны. А сам остается, как английская королева, оставив себе некоторые функции, такие глобальные. Все. Значит, Юсеф полностью управляет Египтом. Управляет очень хорошо. За 7 лет сытости собирает очень много урожая. Начинается голод, который он предсказал. И приходят братья покупать хлеб. Он их узнает и создает так ситуацию, что все они пришли. Все, значит, раскаялись. Все сделали чуву. И вот он им признается, что он Юсеф. И у них шок. Вот мы вчера на этом остановились, потому что у них был огромный-огромный шок. И он им говорит, не будьте в шоке. Он говорит, не переживайте. Не переживайте, он им говорит. Все это было для хорошей цели. Всевышний послал меня сюда для спасения. В это, продолжает глава Ваигаш. А теперь, не вы меня послали сюда, а всесильный. И он меня поставил всесильный. Опять же, он продолжает. То есть, смотрите, как плохое, то, что мне казалось плохое, сделал всесильный. Так же и хорошее. И он поставил меня господином над всем его домом, над домом фараоном. И мошелем, и правителем над всей землей египетской. То есть, видите, как получается. Если обычный человек, как он реагирует? Если происходит что-то плохое, Он говорит, вообще, это ко мне, это просто, он виноват, он виноват, он виноват. И Всевышний тоже виноват, потому что мне плохое. Как это он мне сделал это все плохое, да? Но, скорее всего, когда люди сделали, он говорит, это люди плохие, это люди виноваты. Так обычно человек реагирует, да? Он говорит, это и придумывает какую-то причину, отговорку, что, типа, я следствие, а другие люди причина. Они управляют моей жизнью. Теперь, что сказал Йосеф? Нет, это Всевышний управлял вами. И даже мне это казалось плохо, но это был Всевышний. Теперь, и Всевышний меня поставил, поднял меня на стать властителем Египта. Обычный человек говорит, но я справился со всеми трудностями. Он говорит, вот ты мне сделал плохо, а я справился. Йосеф говорит, нет, ты мне не сделал плохо, и я не справился. Всесильный, он меня направил сюда, твоими руками, и Всесильный меня поднял на ту высоту, где я сегодня. Дальше он ему говорит, Он говорит, поспешите, поднимитесь к папе моему, нашему папе. Скажите ему, так сказал твой сын Йосеф, что меня Всесильный поставил господина на всей земле Египетской. Видите, он тут еще раз подчеркивает, что Всесильный меня поставил. Этим он Яакову передавал дополнительный такой месседж, что я остался верующим. Я остался тем же Йосефом, который был раньше полностью соблюдающим, верующим Йосефом. Спускайся ко мне, не оставайся там. Он ему посылает сообщение. Будешь ты посидеть в земле, жить в земле, Гошин, и будешь близок ко мне. Ата убанеха, убнейбанеха, ты и сыновья твои, сыновья твоих сыновей, и скот твой, и, значит, крупный скот, мелкий скот, и все, что у тебя. Я помню, что Равыцкак Зильбер, он говорил такое на это место, очень красивый дружь. Дружь это такая, что здесь зашифровано. Сегодня будет от него два очень интересных. Вот это первое место, где он говорит, вот обратите внимание, он говорит, передайте папе, что будете вы жить в земле Гошин. Это далеко было от столицы земля Гошин, это не было в столице, где жил Йосеф. Так он говорил, что когда ты живешь с родителями отдельно, то ты более близок с родителями, чем когда ты живешь с ними вместе. Почему? Потому что когда ты живешь вместе, то все время у тебя, у родителей есть какие-то к тебе претензии, а ты какие-то, ну, что-то недоделываешь то, что ты должен был бы делать из уважения к родителям. Так Йосеф, который был великий мудрец, он говорит, если мы будем жить отдельно, будешь жить в земле Гошин. Так будем мы тогда очень близкими, потому что мы будем видеться только в ограниченное время, где каждый будет стараться сделать другому максимум только хорошего и не будет обращать внимание ни на какие-то недостатки. То есть отсюда Тора советует, чтобы не жить вместе с родителями, а жить в разных квартирах, в разных городах, может быть даже, но, конечно, помогать, приезжать, но не жить вместе. В Эттилкальте Отха Йосеф говорит, я буду тебя обеспечивать там, там в земле Гошин, потому что еще пять лет будет голод, и чтобы ты не обеднел, ты и твой дом, и все, что у тебя. То есть Йосеф говорит, отлично, видите, все к лучшему, меня послал Всевышний сюда, чтобы вас спасти. И вот глаза ваши видят, он говорит братьям, и глаза брата моего Беньямина, родного брата по маме, видят, что это мой род говорит вам. Ну, то есть, что это я, это я, Йосеф, это не кто-то вам рассказывает историю, вот он я, вот я вам это говорю. И скажите все это папе моему, расскажите все, что у меня есть здесь в Египте, то уважение, которое есть, и, значит, спешите, и, значит, папу привезите сюда. И он упал на шею Беньямина, брата своего, и заплакал, а Беньямин плакал на его шее. Говорит нам устная Тора очень интересную вещь, я раньше на это не обращал внимания, вот сегодня как раз обратил внимание, что Иерусалимский храм, когда потом через, после этих событий прошло где-то 300 примерно лет, меньше, даже меньше 300 лет прошло, и народ Израиля вышел из Египта, то есть Яков чуть позже он придет в Египет, 70 будет его семья, 70 душ, из этих 70 душ потом евреский народ размножится за 210 лет всего до 600 тысяч мужчин, 2-3 миллиона было, которые вышли вместе с теми египтянинами, которые примкнули к народу Израиля. Пришли, 40 лет были в пустыне, пришли в землю Израиля, 12 лет шло завоевание земли Израиля, и они разделили потом землю Израиля между 12 коленами, 12 родами. И Иерусалимский храм именно, да, он был в уделе Беньомина, и Иерусалимский храм, который был в уделе Беньомина, вернее, Иерусалимский храм был построен потом на деле в земле, которая принадлежала колену Беньомина. И написано в устной торе, что Юсеф плакал, потому что у него было пророчество о разрушении двух храмов, которые были на деле Беньомина, двух русалимских храмов, а Беньомин плакал за разрушение Шило. То есть, когда до построения храма на деле Юсефа стоял мешкан в Шило. Шило это такое место, до сих пор есть то место, где стоял переносной храм. Когда они вышли из пустыни, они там поставили переносной храм, и он стоял потом там много лет. Такой был полухрам, полушатер. В общем, они там как раз была главная святая святых. И тоже Беньомин об этом плакал. Но что интересно, что и Шило, переносной храм мешкан, и потом иерусалимские храмы были в уделах сыновей именно Рахели, Беньомин и Юсеф. Это очень для меня интересно, что именно Яков изначально хотел передать и жениться только на Рахеле. И храмы, которые Яков тоже хотел построить, они были в уделах именно детей Рахели. После этого, что сделал Юсеф, и он поцеловал каждого брата, и тоже плакал на каждом из них. Ну, было о чем плакать у каждого человека, в жизни есть, в жизни у него, у его потомков есть подъемы, спады, подъемы, спады. И Юсеф плакал, наверное, о том, что будет в будущем, потому что 10 колен пропало, например, бесследно в дальнейшем. В общем, он плакал на их шеях, обнял их, плакал. И только после этого Ахарей Кен, после этого Дебру и Хави То, после этого братья смогли с ним разговаривать. До этого они боялись. Они боялись, они думали, что он все-таки на них обижается за прошлое. Прошло 22 года, прошло с того момента, как они его продали и не видели. Представьте, 22 года, это огромный срок. Я вот в Израиле уже 22 года, да, то есть я сюда приехал в 2000 году, значит, и как раз 22 года с момента, как я приехал. Но это серьезный срок. У меня уже сын женился старше, который родился в Израиле. Уже, значит, много чего прошло за это время. Значит, начали они с ним говорить. И послышался все это, слух этот пошел, что во всем доме Паро, во дворцах, везде, что пришли братья Иосефа, и стало это хорошо в глазах фараона и в глазах его рабов. Значит, почему стало это хорошо в глазах фараона и в глазах его рабов, говорит нам устная Тора. Вот представьте ситуацию, да, представьте ситуацию, значит, царская, нет, Америка. Америка, значит, когда было рабство еще, да, узаконенное рабство. Это было, ну, совсем недавно, лет, может, 200 назад было еще, 300, может, 200, наверное, лет узаконенное рабство. Так, черных людей продавали, покупали, привозили кораблями, беглых рабов ловили. То есть, ну, жуткая вещь вообще, это всего. Когда они, была у них, я не помню, 1761 год, это основание Америки, декларация о независимости, а рабство они отменили, когда была гражданская у них война, Авраам Линкольн, не помню, в каком году это было, лет 150 назад, наверное. И в то время, представьте ситуацию, еще до того, как рабство отменили, президент США, Джордж Вашингтон, например, первый, он говорит, вы знаете, теперь будет, правителем будет вот этот раб бывший. Я его освободил, и теперь мой раб там, дядя Том, хижина дяди Тома, он будет теперь правителем. И, значит, все, ну как, говорит Джордж Вашингтон, дядя Том, он прекрасный человек, ну, был он рабом, ничего страшного, потерпите, он сейчас будет премьер-министром. И даже все, которые соглашались с этим, они как бы, все равно у них какое-то внутри все время, а почему это нами раб правит. А тут, когда, то же самое было с Юсефом, но когда пришла его семья, его братья, и это были свободные люди, они не были рабами, они были, можно сказать, в статусе царей, потому что Авраам, Авраам их дедушка был царь, на сей лотим его называли, все народы, куда он приходил, называли его князь всесильного, да, настолько Авраам был такой великий, великий человек. И Ицхак, он был в статусе царя, да, то есть у него все, что он делал, получалось, они такие были очень влиятельные люди. Яков, очень влиятельный человек, родной брат Якова, Эйсав, был царем в Эдоме, в Саире, он вообще там пошел Римас, основал, то есть там они были цари-цари такие, да, прям вообще. И был Юсеф, и родной племянник, получается, Эйсава, сын Якова, внук Ицхака, правнук Авраама. И когда они увидели, фараон и египтяне увидели, с какой он семьи, то они сказали, а, ну, отлично, значит, то, что он нами управляет, это очень хорошо. То есть он очень, это не какой-то раб непонятный, который непонятно откуда взялся. Поэтому написано, что было это хорошо в глазах фараона и в глазах его рабов. И сказал фараон Юсефу, скажи своим братьям, чтобы они что сделали, пускай они привозят всех из земли к Наан, вот вам дают и леди, дают вам гражданство, я сейчас пропускаю, значит, то есть фараон, который оставил себе царскую власть, только он мог дать разрешение кому-то жить в Египте постоянным гражданинам. И Юсеф, он приглашал пожить, все равно Юсеф был не как царь, да. Вот английская королева, например, она может, например, если захочет, дать Якову Шатадину звание там рыцаря какого-нибудь, да, Шатадин будет рыцарь, или пэр какой-нибудь, или лорд, там, или графом она сделает, да, граф Шатадин будет у нас, например. Это может дать только английская королева. Борис Джонсон не может дать, а королева может. И вот, значит, фараон сказал, приходите, я вам даю землю Гошин, все, значит, не переживайте. И тут вот сейчас наступает интересный момент. Значит, дал Юсеф, написано, им теледи, которые по слову фараона, фараон дал им специальные теледи из конюшни фараона, это были самые такие, как Роллс-Ройсы, да, такие теледи Роллс-Ройсы. И дал он им на дорогу еду, и каждому человеку он дал какие-то халифот с молот, какие-то он дал костюмы такие, особенные костюмы Юсеф им дал. А Беньомину он дал 300 серебряных монет и 5 костюмов. И тут на это место все задают вопрос, зачем Юсеф опять выделил Беньомина среди всех братьев? То есть, помните, Яков ему дал, вся история началась, Яков ему дал специальную рубаху, специальную одежду в полосочку, да, и братья ему начали завидовать. И тут он берет и дает тоже, каждому брату дает по костюму, а Беньомину дает 5 костюмов, и дает Беньомину 300 монет. И вот тут я слышал уникальное объяснение. Про 5 костюмов все говорят, что, почему он дал ему 5 костюмов. Это был намек, что из Беньомина выйдет потом Иш-Ямини. Помните, Мардыхай Иш-Ямини, он был из колена Беньомина, который во времена Пурима он спас еврести народ от уничтожения. И написано, что он в 5 костюмах зашел, то есть там в конце написано, что он был в 5 костюмах, то есть дал ему Йосеф Пророчески вот эти 5 одежды с намеком на Мурдыхая. И, ну почему 300 монет он ему дал? Что за 300 монет? И вот я слышал такое объяснение от Раф Зильбера, вот показывающее, насколько Тора она прямо точна и интересна. Значит, вот братья стоят перед ним, он говорит, и Беньомину 300 монет. Ну мы прочитали, ну 300 монет Беньомину, а зачем, почему? Почему именно 300, а не 200, не 300, не 400, не 600? Зачем нам Тора об этом пишет? Она нас пишет, чтобы научить очень одному важному закону. Значит, человек в этом мире должен выполнить определенное количество заповедей для того, чтобы создать себе одежду для души. То есть есть 365 запретов в Торе и 248 повелевающих заповедей. Если тебе повезло, и ты выполнил все 248 заповедей, то ты собрал как бы, это джекпот, то есть ты собрал вообще все, что можно было с этого мира собрать, ты собрал. Или ты выполняешь заповеди, или пункт цара Агра, ты выполнил, например, 10 заповедей, но с большим сопротивлением, с большим страданием, или есть такое выполнение заповеди, называется бы миссерут нефеш, когда ты прямо жертвуешь своей душой, своим желанием. Некоторые выполняют заповеди, жертвуя своей жизнью. Некоторые так боятся сделать обрезание, но потом делают. Это называется выполнить заповедь, бомиссерут нефеш, когда ты свою животную сущность, ты жертвуешь ей для Всевышнего, для выполнения заповедей, выполняя волю Всевышнего. И вот, значит, Йосеф, который был цадик, а кто такой праведник, цадик, праведник, это тот, кто выполняет заповеди Всевышнего, вся его жизнь, он такой воин, да, то есть он все время, какая еще заповедь, какую сейчас сделать заповедь, как сделать заповедь лучше, как сделать заповедь красивее, как еще сделать. То есть он все время как полностью соединяется в резонансе со Всевышним, он как бы становится полностью продолжением воли Всевышнего, да, Тело его, его желания Его мысли, все это продолжение воли Всевышнего Иосиф был именно такой В каждый момент он старался Выполнить волю Всевышнего И тут, значит, ситуация 22 года он не выполнял Заповедь почитания родителей Мама его умерла Папа его, значит Он папу не видел с 16 лет Прошло 22 года Значит, братья Выполняли заповедь почитания Папы и мамы Как они выполняли Значит, было 11 братьев Беньомин, еще 10 братьев 11 братьев Они 22 года вместо Иосифа Взяли на себя его обязанность Помогать родителям Значит, 22 года 11 братьев 11 братьев получается Как у нас получается счет Значит, 22 разделить на 11 Каждый брат 2 года выполнял Получается Вместо Иосифа Заповедь почитания Правильно? Неправильно Почему неправильно? Смотрите Значит, получается Что в год В году 12 месяцев Каждый должен был в году По месяцу Служить папе Да? Помогать папе Выполнять заповедь Эту помогать Значит, если 22 Если Каждый должен был в году Получается месяц То есть, у Иосифа У Иосифа был 22 месяца Который он должен был 22 месяца Который лично на нем было Выполнять заповедь Почитания папы Помогать отцу Да? 22 месяца у него было Значит, которые он не выполнил Теперь вместо него Эти 22 месяца Выполняли 11 братьев Они взяли на себя Его долю В почитании папы Значит, 22 разделить на 11 Каждый брат Два месяца Отработал за Иосифа Теперь Те братья Которые выполняли Вместо Иосифа Эту заповедь Они его продали Они хотели его убить Они его продали То есть, он им ничего Не должен был За то, что они Вместо него Выполняли заповедь Они Значит Его продали Значит Это была их собственная вина Что он не мог Выполнять заповедь Абинь Йомин Он выполнял заповедь Вместо Иосифа Отработал 22 месяца Иосиф должен был 22 месяца Разделить Каждый брат Два месяца Бинь Йомин отработал за Иосифа И Иосиф дал ему За эти два месяца За 60 дней Дал ему 300 монет По 5 монет в день Значит В Талмуде написано Что В день Работнику надо было Оплатить 5 монет Это была как Минимальная заработная плата Которую нужно было Оплатить человеку За день работы Получается Когда Иосиф Дал Бинь Йомину Эти 300 монет Он у него Выкупил Обратно Ту митцву Которую Бинь Йомин Делал вместо Иосифа То есть Он ему заплатил За работу Он сделал Как бы Бинь Йомина Шалиехом То есть Он говорит Ты выполнял Эту работу За меня Я тебе плачу И как будто бы Это я выполнял Эту работу Понятно Да И получилось Что он вернул себе Вот эти вот 22 Вот эти два месяца Которые Бинь Йомин За него отработал Он их забрал Обратно себе У него была заповедь То есть Он рассчитался С Бинь Йоминым За ту работу Которую Бинь Йомин Делал вместо Иосифа А с братьями Он не рассчитался Потому что Братья сами были Виноваты в том Что Иосиф не выполнял работу Они как бы его Заперли И не пускали Выполнять эту работу Понятно Это очень удивительная Такая вещь Что насколько Тора Которая является Как ДНК Структурой мироздания Программное обеспечение Даже Вот в одной Такой фразе Она нам дает Если углубиться Туда Она нам дает Множество законов И понимания Как работает этот мир Хорошо Папе он послал 10 10 Осликов Которые везли Еду Лучшую еду Которая была в Египте И 10 ослиц Которые везли Везли Значит Просто хлеб Зерно И так далее Чтобы было у них Что идти Чтобы было у них Что кушать в пути И вот значит Послал он братьев Пришли они И он им сказал Не ругайтесь В пути Не ругайтесь в пути Он Иосиф знал Что сейчас они выйдут все И начнут Я же тебе говорил Не надо было его продавать Да это ты просто сказал Что надо продавать Если бы ты сказал Что не надо продавать То тогда бы Он им говорит Не надо ругаться Вообще Забудьте Проехали Все отлично Все хорошо Не ругайтесь Самый большой вред От конфликтов От того Что люди ругаются Выясняют отношения Спорят И так далее В Айяалу Мимитстраем Поднялись они Из Египта Пришли они В землю К Наан К Якову Папе Сказали они ему Говоря Что Иосиф Жив И он Властитель Во всей земле Египетской Написано И скакнуло Сердце его Якова И он не поверил Представляете Он им не поверил Сейчас Тут такая Открывается Глубина Вообще Очень интересно Он им не поверил Что он жив Когда они ему сказали Что он умер Он им поверил Когда они сказали Что он жив Он не поверил Почему И говорили они Ему Якову Все слова Якова Которые он говорил И показали они Те леди Которые были Нагружены Которые послал Яков Чтобы взять его В этот самый В Египет И ожил Дух Якова Их папы Когда они передали Слова Юсефа Которые последние Что они изучали В Торе Когда Когда Юсеф пропал Яков поверил И ожил его дух В этот момент Он наполнился Радостью И к нему вернулся Пророчественный дух И он увидел Что Юсеф жив То есть получается Смотрите Какая есть связь Если человек Впадает в депрессию В уныние То он не видит Реальность Ему депрессия И уныние Которые сами по себе Являются грехом Которые закрывают Связь со Всевышним Уныние и грех Они создают Условия При которых Человек не видит Всевышнего Он перестает его видеть Но в момент Ему становится Все хуже Хуже и хуже У него как бы Нету вот этого света Теперь в этот момент Когда ему плохо Что делает Всевышний Что делает человек Он начинает Вырываться Спасаться У него пробуждается Какая-то сила И вот эта сила спасения Он может прорвать Вот эту вот пелену Депрессии И обратившись Всевышнему Опять увидеть свет И опять Проснуться Пробудиться Так и происходит Ереда Спуск Для того Чтобы потом подняться Яков Который был В Таком вот В Авелут Он был в скорби Он был в депрессивном состоянии 22 года Он не видел Что Йосеф жив И даже сейчас Когда они уже пришли Ему братья И сказали Что смотри Вот все хорошо Все хорошо Все хорошо Он не верил Но потом Когда у него появилось Доказательство Что все хорошо Он в этот момент Пробудился У него появилась радость Ему открылось Вернуться к нему Пророчить и дух Многие люди Я сейчас вспомнил Почему-то Такую метафору Историю Как в одной семье Жила слепая девочка И она Помимо того Что она была слепая Она была Очень Большой Пессимисткой Да То есть Есть люди Которые слепые Которые Как Ицхак Они были Она была Очень большая Пессимистка Этого девочка И что для нее Не делали Ее очень любили Все Ей очень старались Сделать приятно Но она все Интерпретировала Против себя Что все плохо Меня все не любят Меня все ненавидят Она была слепая Как человек в депрессии Он слепой Он не видит Красоту мира И он не видит добра И вот значит Она Значит Все Все плохо Все плохо Все плохо И она все время Думала Что ей не додают Еды За столом Они сидели Были другие дети Родители И она все время Плакала Что мне не додают Еды И ей положили Тарелку специально Положили полностью Вот такую гору Еды Пельменей Да Пельменей И она такая Ощупала эту гору Пельменей Такая гора Уже прямо Не вываливается И заплакала И заплакала Они говорят А что же ты сейчас Плачешь Она говорит Если у меня такая гора Я представляю Сколько же вы себе Наложили Наверное в 10 раз больше И все равно Она плакала Вот так человек Который в унынии В депрессии Он Что бы ни происходило Он как слепой Который видит Только свой Вот этот купол Уныния Серости И депрессии Которые его Закрывают И даже Хорошее Что есть у него В жизни Он не может увидеть Вот тут Примером является Никучич Например Который Без рук и без ног Но он настолько Видит радость Вокруг себя Настолько он является Проводником радости Для других людей Что он сумел Прям пробудить Огромную-огромную Силу радости В себе И в людях Вокруг себя Это пример для нас Исторы Когда Яков Обрадовался У него в этот момент Открылась ему Опять пророче Что в принципе Является моим Огромным пожеланием Благодарность Всевышнему Открывает Внутри Связь со Всевышним Открывает Радость И силу Которая позволяет Увидеть Что Вокруг Оказывается Все есть Все есть Для счастья Для спасения Для радости Для счастья Для Ну и для всего Всевышний Он дает каждому из нас Безграничные возможности Для того Чтобы быть счастливым В этом мире Все Всем удачи Успехов Чтобы Всевышний Услышал ваши молитвы Чтобы мы Соединялись со Всевышним Только через благополучие Здоровье Радость И чтобы Вот эта вот Радость И связь со Всевышним Помогли выйти Из всех сложных ситуаций Все Удачи Удачи Успехов Всем до завтра Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok